Памятник архитектуры 19 века, переживший две войны, рухнул накануне вечером рабочего дня. В 16.30 сотрудники автошколы, примыкающие к историческому строению, услышали грохот падающих камней. На шум собрались немногочисленные свидетели происшествия. Никто не пострадал, только единственное, что женщина выходила из виадука. И был момент, когда она, слава богу, находилась в непосредственной близости, но не под этим камнем. То есть была смертельная опасность для этой женщины. В зимние месяцы в Ушаковой балке немноголюдно. Через тоннель под железной дорогой проходят только сотрудники местных организаций и редкие отдыхающие. Именно поэтому обрушение фрагмента Акведука не имело печальных последствий. Работники местного яхт-клуба и автошколы своими силами рассчитили проезд и огородили опасный участок. На следующий день обрушение обследовали специалисты Центра гражданской защиты. Опасности сейчас, в данный момент, не представляют. Потому что то, что представляет опасность, вот именно те камни, они как раз упали. И слава богу, что рядом не оказалось ни людей, ни машин. Сейчас угрозы не представляют никакой. Потому что большие камни упали, которые нависали над тем местом, где люди могли проходить и машины приезжать. И сейчас вот тот остров, который остался, он опасности не представляет. О том, что этот памятник находится в аварийном состоянии, сообщалось властям неоднократно в устной форме. Кроме того, мы направляли письма в адрес Овсяникова по поводу того, что Ушакова балка находится в ужасном состоянии. Акведук в Ушаковой балке был частью самотечного водопровода, по которому пресная вода подавалась в доки корабельной бухты. Проектировал его известный архитектор, инженер-полковник Джон Уптан. Ему же принадлежит авторство проекта Графской пристани. Во время первой обороны города Акведук серьезно пострадал от бомбардировок. После войны объект решили не восстанавливать. Напротив, часть его была специально снесена для строительства железной дороги Лозовая-Севастополь. Оставшиеся фрагменты в 20 веке получили статус памятника архитектуры. Сейчас историческое сооружение используется исключительно в утилитарных целях. В ближайшем к тоннелю своде Акведука обустроен общественный туалет. За ним расположились брошенные захламленные помещения и торговая точка, закрытая до лета. Естественно, хочется, чтобы это все отремонтировалось, отреставрировалось. Очень хорошее место. Здесь помещений очень много. Я, правда, не знаю, для чего они служили, но все-таки хотелось бы, чтобы их как-то отремонтировали. Было бы очень здорово. Ну, однозначно их нужно поддерживать. Опять же, назначать людей, ну, брать под чью-то юрисдикцию, как при Советском Союзе, грубо говоря. Была тут и станция, и люди, и уборщики. Вопрос об устройстве прилегающей территории не ограничивается одной лишь набережной. К морю ведет асфальтовая дорога, вдоль которой располагается некое подобие зеленого парка. До недавнего времени на всей его территории лежали горы мусора. Сейчас траву почистили, организовали контейнерную площадку. Очень хотелось бы, чтобы сам парк привели в порядок, вот почистили, и как-то более организованно там скамеечки поставили бы, чтобы люди могли отдыхать более культурно. Также местных жителей интересует вопрос, когда же будет приведена в порядок дорога к набережной. Руководство автошколок в минувшем году собирало подписи и отправляло письмо в департамент транспорта. Чиновники ответили, что ремонт будет. Оттуда пришло письмо, что к 1 ноября произведен будет ремонт автодорог. К 1 ноября 2016 года. Однако и дорога, и прилегающая территория по-прежнему пребывают в запущенном состоянии. Причина тому – особый статус земель. 12 гектаров у Шаковой балки имеет статус особо охраняемых территорий Севастополя и фактически не принадлежат муниципалитету. Сегодня она является бесхозной. К муниципалитету она не относится, не стоит на балансе. И в то же время и управляющая компания там не убирает, так как это не является там внутриборовой территорией. Мы со своей стороны, как муниципалитет, будем обращаться к решениям сессии Калтабаевой, к губернатору, для того, чтобы передали ее к нам на баланс. Потому что никто, кроме депутатов, не знает всех проблем, которые периодически возникают. Для корабельной стороны у Шакова балка – одно из главных мест отдыха. И местные жители надеются, что ныне запущенные территории все же приведут в порядок по примеру недавней реконструкции Малахова кургана. Анастасия Калугина, Ростислав Калмагаров, Виктор Шемшура, Служба новостей и ТВ.